всем здарова и мы на третьем этаже на том этаже на которой я еще не находил гайды и на стриме в прямом эфире вместе со зрителем и мы нашли как бы выход как пройти наверняка я придумал одну интересную схему которую сейчас вам буду рассказывать первое что мы делаем на третьем ярусе это скидываем и не нужны карты ну типа в принципе все как обычно самом-то деле третий этаж оказался достаточно таки вольготно я даже так сказал но есть нюанс на четвертом этаже если мы подведем босса под 10 или там 15 процентов хп уникальность него есть такая он снова устанавливает все свои хп по максимуму то есть если вы будете убивать его убивайте его сразу чтобы он больше не воскресал скажем да здесь он нам пытается что-то отвечать но у него ультимейт по слабому месту если правильно помню а здесь он добавь накидывает много поэтому я принимаю решение волевое такое у него нет пассивки на раш спер приема и супер прием будет у него только в третьем раунде вот и сейчас на данный момент я такой думаю за рашу ультимейт матроны как мы у себя то позволить ну те плотности мне в до час очень страшно было но мне плотность как так так-то хватило вот я вычитаю ультимейт и начинаю дальше типа разгонять использую дров карт и пытаюсь как-то чуть больше урона накопить чем хотелось бы скажем потом вторую фазу все же стоит закрывать сразу типа такой легкий сайт потому как на второй фазе есть прикол когда он накидут на себя вроде бы как баф а на самом деле этот баф пропускает урон каждой четвертой атаки то есть мало того что то вторая фазы нам нужно играть цветастую вот этот угадайку так еще помимо всего прочего урон после бафа будут проходить только каждый четвертой атакой либо карта мела вот на при этом будем получить разъедание на при этом можем использовать карту мела вполне спокойно вот то есть основная наша задача на первой фазе это подготовить урон в основном урон заключается в ультимейте эсконора и в принципе если вы пошли сюда на третий этаж вы явно владеете достаточно таким высоким уровнем ультимейта эсконора то есть вы скажете так вот по самому месту и я ели выжил поэтому почему я говорил что нам нужно можно больше хп сохранять на второй фазе но на втором этаже переходя со второй на третий как можно больше хп сохранять вот дальше мне к сожалению ультимейт ну карта эсконора запретили но там уже и ультимейт не ну как бы не близко он далеко поэтому ему вполне спокойно поскидывать карты ненужные и пораше себе немножко ультимейт вот дальше уже смотрю по картам которые в принципе мне в руке есть мне нужно готовиться к тому что я буду играть в стастую угадайку и у меня нет карт артура честно это хреново у меня одна лишняя карта эсконора обратно киевите мне их три нужно переходить с двумя картами эсконора дальше у меня две карты матрона это в принципе нормально то есть мне сейчас нужно скинуть карту зивана еще одну карту сивана я принимаю решение скинуть карту мела и что ж ты и карту дай карту матрона одну скину потому как у меня там скорее всего вроде как рашится ультимейт на матроне я сейчас точно не уверен вроде в тот момент не от не рашится он у меня был недавно окей просто скинул потому как просто скид все хорошо логичный аргумент неприятная пассивка мне выпала не смертельная но неприятно и самая смертельная пассивка среди всех пассивок босса которые здесь есть это нарывайв это на чертов ревайв на втором этаже если вы ловите ревайв 2 этажа на втором этаже четвертая фраза 4 фаза если вы ловите эту пассивку раз стартин на стартин так здесь то я принимаю решение жахнуть начиная с карт мела потому как видите здесь я могу а типа стартануть с карт мела и открыться наверно через ульту эсконора решаю да я решаю открываться потому как у меня есть дальше карта матроны карта артура я могу поиграть но как я и говорил если босс схватит вот этот гребаный баф пишите что типа ну игра проиграна все вам нужно это это как бы извините меня это третий этаж дальше мы перешли на третий этаж что мы делаем на третьем этаже реально не мы здесь не делает ничего мы на 3 фазе живем вот реально просто живем нас матрона позволяет по хилу остальное единственное что нужно делать это периодически снимать с босса баф он иногда на себя накидут баф там все базовые характеристики на пятьдесят процентов это на мы можем снимать карты матроны если она у нас есть либо ультимейтом предателя все а что то одно из двух все мы здесь дальше живем что нам нужно нам нужны золотая карта эсконора желательно золотая карта предателя тоже желательно ультимейт за ванна тоже желательно и подготовка вот вы я сейчас буду дальше могу даже особо не комментировать можете просто посмотреть на то что я делаю с этим боссом я с ним делаю грубо говоря ничего я просто двигаю карты у меня золотая карта ивана есть ультимейт ивана тоже есть я понимаю что переходя на следующую фазу на четвертую фазу я выиграю но мне нужно подловить еще пару нюансов первый нюанс это желательно схватить каким-то макаром стойку на матрону потому как босс умеет удалять карты иногда периодически он это делает вот как сейчас он бьет матрону и удалять ей стойку я не могу я понимаю что он сейчас бьет матрону это хорошо но если он дарит ивана и ударить его ультимейт либо его золотую карту мне схватиться нервный приступ я просто вот так уличу куда подальше да он потихоньку стакает статы но мы уже благодаря пассивке артура и мела максимально сейчас плотный вот карту вообще-то карту мог скинуть не помню типа что сейчас босс должен был делать но по идее как типа великанша карту я мог скинуть потому как он все равно будет ее удалять он фокусит чисто матрону и все то есть не нравится то что он фокусит матрону очень нравится потому как у меня карта эсканера копится карта мела копятся если вдруг что ловите здесь на выход на третий фазу стойку все чтоб он сто процента просто бил ее потому как вот у меня собралась золотая карта на предателя и это очень хорошо я еще там типа немного кидаем и вот скидывая ультимейт предателя ультимейт предателя здесь нужен только для того чтобы немного просидеть босса и снять с него вот этот баф десятипроцентных характеристик мог конечно типа карта эсканера потом скинуть не суть важно у меня еще болот вот что не надо дальше да я знаю это очень муторно то как я сейчас прохожу но это имеет большой смысл дальше потому как на следующем этаже нам нужно опять сыграть в эту грёбанную угадайку в цветах и начать не нужно обязательно с карты эсканера то есть эсканер матрона артур эсканер закрывающий и на втором раунде мне нужно добить босса поэтому я провожу вот такие вот долгие манипуляции тем что я пытаюсь собрать карту эсканера золотую карту предателя золотую ультимейт эсканера который у меня остается в руке и в какие-то очень долго он мне остается в руке вот пиралель параллельно с этим мне на переход на фазу нужно ответить что у меня карта предателя в руке я такой мне она не надо мне она сейчас очень не надо мне нужна в карта артура карта нет так-то это хорошая рука но если бы я сейчас переходил бы на 4 на 4 фазу я бы сдался акум не снова горло першить царяноч если ножка выпьем здесь я решаю решаю олень обычно я оленью именно крас тот момент когда я уже вижу камбу себя в руке здесь я уже решил олень потому ком есть карта а артура я думал что таки карта матроны придет в руку но нет и хорошо что я в этот момент не добил босс ультимейт добьет больно но у меня в принципе как раз из-за того что у меня атака дефс сеты у меня ребята держат чуть лучше защиту вот у меня наконец-то появляется стойка в руке я могу и поставить и точно сфокусировать внимание красном отроне я даже не скидываю ультимейт артура в надежде на то что босс будет истощать руку удалит карту матроны и карта матроны не обратно ки зайдет в руку и вот у меня совсем мало все у меня карта матроны есть альбос не обломай мне заход не обломай мне заход вот я с этими мыслями сейчас сижу прям от в напряжении в интриге потому как все нужно карта эсконора на у меня есть мне есть ультимейт асконора мне из золотая карта палача все отлично у вместе ультимейт у меня есть карта матроны у нее из карта артура все по факту Это уже выигрышный заход в мою сторону Скажу картой Артура Мне нужна только одна карта Артура Дальше я даже скипаю последнее четвертое умение Потому что мне сейчас даже и двигать особо ничего не надо Все, я уже выиграл эту игру У меня есть карта Артура, карта Матроны Все, я двигаю там предателя Все Я, в принципе, так подумал, что в этом заходе Если вам зайдет сейчас еще одна карта Эсконора Вы не теряете золотой топор Ну, в принципе, мне так и получилось Пассивка там какая-то Ой, я до стойки не доживу Я до стойки не доживу, вернее, олень не доживет Потому как здесь все действуется очень быстро Карта Эсконоры Карта Матроны Давай, 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 давай Я просто нервничаю в этот момент Карта Артура И ультимейт Эсконора Почему ультимейт Эсконора 6-6 здесь должен быть? Для нанесения как можно большего урона по боссу Все, мы играем Мы сразу играем в эту цветастую гадайку Мы ее отгадываем И ультимейтом Завана Вносим определенный дэмэдж РС Я даже кританул в этот момент красиво Пол ляма урона Дальше Я особо в цветастую гадайку играть не планирую Ну, вернее, ладно У меня позволяют картой сыграть Но почему мы собирали золотую карту Мела И золотую карту Эсконора Как раз для этого момента Для того, чтобы в случае чего Если нам не зашла эта цветастая гадайка А мы уже становились на красном Мы точно выиграли То есть вот Я играю обратно Дальше довожу до Эсконора Золотая карта Эсконора Для нанесения урона И золотая карта предателя Для завершения этого урона То есть проход четвертой фазы Должен заключаться у вас Как раз в этих двух раундах И всю третью фазу Вы посвящаете тому Чтобы собрать Эту комбу Здесь я восемь тысяч Все пройдено Вот Да, я понимаю, что можно сказать Что, чел, у тебя дохрена В плотности все остальное Но это я так прохожу Потому как я Нашел в этом профит Может там не за два За три раунда у вас получится Пройти третий этаж Но по факту Это все Что я сейчас могу вам помочь Потому как Вот таким макаром Я проходил все три этажа И надеюсь Эти способы Вам помогут Ну а на этом у меня все Спасибо большое за внимание И увидимся тогда Когда-нибудь завтра И надеюсь Не на этом гребаном олене И тем более Не на грифоне Я устал Я ушел спать Ну вернее Сейчас домонтирую ролики Загружу их на ютюб И тогда только спать Все больше за внимание Только времени Три часа ночи Пока Пока